Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 10 выпуск ПВЕ сезона Пути с 1 с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Выпуск поддержали финансово Аноним, Кумка, Соло Ку, снова Аноним, Дмитрий, Илья Лето и ещё раз Аноним. Спасибо огромное, ребята, за вашу поддержку. Будьте здоровы. Аноним шлёт привет самой родной и самой любимой Жадыре. Привет, ребята. Соло Ку, погуляем обязательно, если в руки попадётся. Илья, стримить пока остаюсь только на Ютубе, но записи будут однозначно и в ВК, и в Дзен. Стримлю я редко, поэтому тут пока без изменений. Всем приятного просмотра! Так, значит, что у нас тут? Какие прелести и гадости? Во-первых, у меня тут в убежище установка доступна. Круг сектантов мы собрали в прошлом выпуске. Ча-х, нету ничего, говорят. Ну и ладно, чё. Как что-нибудь найдём, так сразу запустим. Так, и вентиляция построилась максимального третьего уровня. Устанавливаем и забываем про вентиляцию. Все предметы уже мы туда собрали. По квестам я сегодня планирую отправиться на локацию лес. В лесу у меня, по крайней мере для лыжника, есть пару подзадач. Ленд-лиз, часть первая, вынести пару предметов с локации. И можно заложить Wi-Fi камеру на лесопилке. Но это будут не приоритетные, так сказать, дополнительные задачи. Тарков не прощает ошибок. Сегодня заминированную область на локации лес планирую найти. И как основной квест у меня сегодня будет путь выживальщика-крепыш. Мне нужно диких в одном рейде. Не используя медицину, троих подстрелить. Если повезет со спавном где-нибудь в районе моста, то будет вообще прям здорово. Взял с собой денежку, взял ключик от ЗБ-14 на всякий. Ну и снайперку взял, чтобы было издалека, безопасно. Можно диких подстрелить. В принципе, там и с автоматом уже. В общем, в приоритете будет квест без брони. Троих диких подстрелить. А там посмотрим, как дальше будет происходить. Поехали в лес. Опа-чки. Мы на поляне. В принципе, неплохой вариант сразу пойти к мосту, посмотреть диких. И если все получится, то выйти с локации. Со спавном можно сказать, мне повезло. Я появился в районе восточных скал. Значит, маршрут мой будет пролегать через старую лесопилку. Там мы посмотрим на техснабовский какой-нибудь лут. А оттуда аккуратно посмотрим в оптику коттеджа. В районе этих коттеджей как раз обитают дикие. Будем надеяться, что там троицу найдем. Если все пройдет гладко, и троих диких я настреляю, на выход я пойду там же на мосту. Деньги у меня на выход есть. Это не проблема. Тут могут быть чувака, кстати. Они тут любят почему-то тусоваться. Так что? Ушки на макушке. Кстати говоря, можно будет как вариант подлутаться здесь же. Шланги до лампочки найти. Хорошие шансы. Здесь техснабовского разного лута предостаточно. Так-то. Ну, если прям крайняя необходимость будет вылечиться, то я буду лечиться. Ничего страшного. Квест, в принципе, не самый сложный. Так что провал его не вопрос в жизни и смерти. Будем стараться действовать по ситуации. Блин, или пока они диких не перебили, чувака, эти самые. Будет сразу туда отправиться. Ну, ладно, тут сейчас ящики глянем. Сейчас пустым мешком-то тоже нет желания выходить. Место дома есть. Почему бы и не воспользоваться? Моментом. Ничего не помечено из этого. А здесь что выкинем? Будем забирать чисто приоритетные предметы. Вот это нам надо? Нет, не помню. О, это нам надо, касса. Распрятать. Для пищеблока, по-моему, гаечные ключи. Мне нужны эти рожковые. Опа, а вот и лампочка. Опа. Ну вот. Туда-сюда глянул уже. Пару предметов нужных вынесу в подсумки. Это вообще хорошая тема. Какая-то заряжение, или как она? Провизия. Мистер, холодильник будем набивать потихоньку. Хотя он, по-моему, там у меня битком набит. Забит. Опять тишина какая на улице. Взял с собой дальномер? Наверное, зря. Ну что, он мне, в принципе-то, и не нужен особо. Опа. Колбаса, соленый пес. Она же мне по квесту нужна. Замечательно. Замечательно. Ну вот и все. Полный мешок. Так, это дикий. Блин. Первый пошел. Треста третий. Есть такой у нас дома. Заберем, продадим. Все равно ячейки пустуют. Так, один готов. Еще парочка. Мешок полный. Теперь будет не очень удобно мне. 102-й новый натовский. Ладно. Так, пока все идет хорошо. Видно кого? Никого не видать, да? Пошел, пошел, пошел. О, как вовремя поворачивает-то, а? Вот это тайминги идеальнейшие. Просто. Кстати, теперь кратность у нас крутится на некоторых прицелах. Очень удобная штука. Про между прочим. О. Так. Все, последний остался. Последний остался. У меня еще, в принципе, места есть немножко. Как раз для шланга, чтобы мне... Еще и улучшение сюда забабахать, да? Разевал где-то я его не вижу. Ага, вижу. Так, подожди-ка, братюнечка. Сейчас будем общаться. Все. Отлично. С левой котенки начну. Ларка, что ли, кто-то стоит еще не понял. Там показалось. Сейчас, если сразу шланг найду, то я больше лутаться не буду. Сразу же пойду на выход. Чтобы не задерживаться лишний раз. Тут есть предметы. Не первой, так сказать, необходимости. Которые, если что, можно будет скинуть. Балтики нам всегда нужны будут. Но почему-то они не помечены. Видимо, в данный момент конкретно ничего они... Не крепят в убежке, да? Такая ленточка нужна, видать. Да, со спавном повезло. Так, появился, пробежался. И ты уже при делах. Соленого пса надо мне по продразведке. Если я его сдам, то можно будет просто магазин и тогда разведать на улицах Таркова и все. А давай шланг-то. Уже сидит, доедает его, капец. Вот шустрый. Подсобка подземной парковки. Часто ключ попадается. Он у меня железный уже есть дома. Ладно, продадим. Галяк. Давай тут по сарайкам пошаримся. Так, ксеноморф мне нужен был, по-моему, да? Не? Не помню. Ну давай подкрепимся. Мясо что-то освободим. Бон аппетит. Мне нужен балакас. А вот шустрела, по-моему, нужен, да? Нет, тоже не нужен. Так, ну что нам тут без надобности, так сказать? Раз не надо, то не надо, чё? Вторая лампочка. Вот это можно выкинуть так-то. Проводочки, наверное, я зря выкинул, да и бог с ним. Если что, мы их там сварить сможем, это не проблема. Да, сами просится проводочки, давай заберем. Тарков как бы намекает. Такие знаки лучше не игнорировать. Частенько стал попадаться. Раньше его, чёрт, то с дела, где найдёшь. Уже сколько лампочек тут попадается. Похоже, ни разу не шланговый рейд, да? Это шустреловский какой-то рейд. На это, походу, я тут пришёл партизан, да? А, нет, чувака. Какая-то живучий. Где твои подружайки? Или ты в сало прискакал? Беттер едет. В сало пришёл, прикинь. Самостоятельный. Охо, какой приятный. Товарищ. Но, в принципе, мне так-то брать с него глушитель только если взять. Потому что скоро там с АКМом надо будет двигаться. Блин, ну этот бронежилет так-то хорош, конечно. Пятый класс, говорят. Третий тряпки. Ещё и шея, пузо. Всё защищено. Этот шестой зато класс. Ёлки зелёные. Слушай, а чё, если мы попробуем плиты переложить, не? Можем так будет. Блин, придётся, правда, сидеть, куролесить, походу. Ага, мне нужен будет, походу, слот. О, да, подходит, представляешь? Всё, шестого, шестого класса плиты с лика переставляем. Но этот бронежилет просто в ажуре. Это хорошо. Чё, чисто, короче, этот дом, получается, исследуем. Саморезы мне нужны, не нужны, я не помню. Не нужны, говорит. Нет. С шлангами мне не повезло. Ну, ладно, чё, ничего страшного. Зато я закрыл квест. Пока есть шанс хороший его закрыть. Будем закрывать. М-да, предметы один лучше другого. Ладно, давай выкупаемся, короче говоря, да и поедем давай по-добру, да по-здорова. Всё, пока идёт счётчик, мы быстренько сможем ещё тайничок мотнуться. Ого, полный тайник, ёлки-палки. Э, полный тайник, предметов немного. Всё нормально. Всё, идём домой. Мину не посмотрели, вай-фай камеру не посмотрел. Все и дополнительные задачи, конечно, в другой вообще степи, но это надо гулять по локации, так что... И чтобы не рисковать лишний раз закрытием квеста, лучше выйдем, закроем его. Посмотрим, чё дальше там, ягер даст. Если чё, ещё раз в лес отправимся. Уже по этим... По подзадачам остальных квестов, да? Хороший, быстрый рейд получился, я считаю. Итак, путь выживальщика-крепыш. Мы закрываем, нашли, убили диких в рейде, в лесу. У меня есть ещё дейлик, кстати, лёгенький для миротворца. Здесь мы можем не только лояльность и капельку получить, но ещё и опыты и предметов. Здесь нужно два центральных процессора передать. Они у меня есть, так что закрываем дейлик. Пошла жара, путь охотника-охранка выдаёт нам квест-егерь. Получится его принять? Нет, чё-то... Лихарадит опять Тарков. А ну. Во. Короче, путь охотника-охранка нужно устранить бойцов ЧВК в районе офисов. На любом этаже на локации завод шестерых. Тут, блин, награда вот как раз то, что мне надо по предметам. Шланги и мланги. Путь выживальщика-филин выдаёт. Можем взять. Убить диких в период с 9 вечера до 4 утра, не используя ПНВ и тепловизоры. Исключая завод, можно совместить с Тарковским стрелком. Визит вежливости выдаёт нам егерь. Отправляет на берег. Нужно посмотреть три дома его кореша и председателя рыбака и священника. Выдаёт квест на маяке. Поэтому квесту нужно найти убежище друга егеря на локации маяк. Там забрать письмо и вынести. А, ну и колбасу я по квесту продразведка принёс. Можно, в принципе, будет потом отправляться на улицу Таркова. И тут тоже вон шланги, гайки, болты. Ну это вообще там 2 600 опыта. Первоначальный квест. Короче, на заводе что у нас для прапора? Это почтальон Печкин, часть 1. Говорят, там забаганное письмо. Ну сходим, проверим, посмотрим. Может, получится всё-таки вынести. И квест, как в старые добрые, часть 1. Вот в этом снаряжении нужно 10 ЧВК на заводе подстрелить. Если получится вынести письмо, то мы закроем для терапевта Печкин вторую часть. Ну и основной квест это путь охотника-охранка. ЧВК в офисах шестерых надо будет размотать. Из того, что я могу сейчас по сборке собрать, я собрал вот такую вот М-ку. Это всё, все вот эти вот модули, все предметы продаются у торговцев, либо у миротворца, либо у лыжника. Ну, в общем, то, что доступно, то и прикупил. Всё, а сверху мы цепляем клеща и фонарик, и цепляем процел. Вот такой вот компактный, короткий, но, тем не менее, довольно убойный аппарат будет у нас. С ним мы пойдём на завод. Ну, в общем, если что, М-ку мы сможем, конечно, новую собрать и кивер прикупить с забралом. Ну, а вот насчёт вот этого бронежилета я фиг его знает, где его рожать. Так что, сколько сможем, настреляем в нём, не получится. Ну и тогда оставим этот квест до лучших времён. Глухо. Очень даже глухо. Так что, будем ходить практически на ощупь. Пойдёт, пойдёт. Сейчас клещный до красна разогреем. Жибошить будем так, что только опилки будут лететь. Щепки, так сказать. Щепки. Это был, кстати, ЧВК. Наверное, зря я его всё-таки подстрелил, да? Чё здесь? Изи-пизи, босса вообще, короче. Пока он на кого-то там отвлёкся. Ну, в общем, беда с письмом, пацаны. Не видно больше письма за пазухой. Можем только спящего этого залутать. И всё. Вот зараза. Продолжение следует. есть под гранату прямо подбросил блин она докидываться короче говоря блин эмочка это хорошая тема темп у нее прям просто приятнейший конечно что тут говорить в этом вопросе эмочка конфеточка блин слушай неплохая для бюджетной сборки то машина вот чем с письмом делать вот это да так забрал нет непонятно что делать с этим может быть это уже не тот спящий совсем может быть не так делается то задание да не может быть такого ну в общем накосячили что-то с текстурами получается почтальон опечкина я не сделаю а жаль мы сейчас ладно еще раз попробуем что-нибудь сделать там будет докинуться что магазины полные были душу через раз чтобы расслышать хотя бы что происходит вокруг с тогилой повезло просто вообще сутри его там кто напинал как жестко пока он сюда бежал ключ это какой-то временки территории зоны таможенного контроля может быть это от той временки где куртки висят было бы неплохо как-то зеленые наконечники это кто какие-то трассеры bt маш обычно у него bt патроны точно пойму где пару чувака ушли к прапорскому квесту кстати говоря так вот где он не пойму господи стреляют ах ты зараза стреляют и не пойми откуда мы короче еще плита эти топлива может все таки попробовать еще раз но это прям человек был погоденыш мне руку выбил видишь он прям в упор ко мне подошел я даже не понял откуда вздумай а они там возятся короче надо все это дело походу мне делать в офисах наше я хожу толку с этого немного руку бы пришить она снаружи там убивает скажу так что говорите у нас теперь тут он через целую еще один сейф так где-то магазин пролюбил получается м то что вот не слышно ничего это да еще и мутно все и стекло мы пойдем посмотрим сейф дает домой вообще было бы правильным шарится короче 1 давай вылечимся пофиг патроны вроде пока есть патроны Субтитры сделал DimaTorzok 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 Надеюсь, никто не стараканит у меня там Пока хожу Да капец, я просто не вижу нифига Ничего не вижу, ничего не слышу, мать моя женщина, тут вообще тор целый, представляешь Ну я даже не знаю его как выносить, честно говоря Субтитры сделал DimaTorzok Пятерки, да ладно, мы это в принципе в прямой продаже имеем возможность взять Блин, блин, как же жаль, что не получилось письмо вынести, это прям вот очень Нехорошо Как вот так вот сделали, а Услышал я его в последний момент Ладно, пойдем отсюда Надо просто посмотреть, наверное, я не знаю, как это письмо выносить Сейчас посмотрим, если что-нибудь можно будет придумать Что-нибудь придумаем Если нет, то Блин Ну то я не знаю ждать, пока их пофиксят это дело Блин, ну нифига себе уже сколько после вайба прошло Это первоначальный квест Я только, блин, поздно до него добрался, получается Что-то так-то, ребята, ну как так можно Такие-то дыры оставлять Непроходимыми квестами Или я что-то не знаю Ну в общем, сейчас посмотрим Что-то как работает Выходим на воротах во дворе Лечимся и еще раз залетаем Короче, господа и дамы, есть костыль Это ночной завод, оказывается На ночном заводе говорят, что Спавнится все, как положено Теперь бы не откиснуть От тагилы того же, да? Открываем Раз я взял за приоритет Ух ты, флешка Раз я взял за приоритет эту задачу с письмом Тогда мы ее и попробуем Закрыть Спугнул Но не убил В правой руке должно было быть Нету письма Может быть она у него не в руке там спавнится Может еще где-то это письмо спавнится Или прям несколько надо рейдов Чтоб наверняка Ну ладно, че Флешка есть, уже неплохо Пошли флешку вынесем Блин, хватит у меня одного-одного-то чувака Подстрелил всего Давай еще пошаримся чуть-чуть Базар Азира 8-5-5-1 Лицо тагилы ломается на раз-два Ты гад Гребаная толпа теперь, да? Будет их Орда Сколько можно-то Подкоцали, но броник держит Ладно Добро соберем тогда и пойдем Теперь-то точно будет Фига у него РПК-шница Нормас, нормас у него тут Запас Нет, тяжеловато в Кивере Глухо совсем Чтоб сидеть тут ждать их В офисе Ну и пофиг Первый раз что ли? Сейчас еще раз так давно На ночной завод зайдем Попробуем еще разочек Ого, это что такое? ГЭС? Ключ от склада ГЭС на берегу Там несколько ящиков оружейных стоит Да, так-то да, что, приятно Сорок-пятка, нифига 220 Вот это вот вообще капец Вот поэтому в Кивере В таком и Тяжеловато Ох ты, я думал Лута Ее точнее Короче, желание имею Теперь Постричь еще наверху Сейф ЗБшка 14 Присадочка 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 Справа Вот такие пироги. Ладно, все это приятно и превосходно. Чувака не пришли. А че? Где? Ой-бой. Ой-бой. Господи, как же плохо тарковый-то японский бог. Ладно, пошли домой. Вынесем тогда это добро. Залетим еще раз. Может, в следующий раз повезет. Пока живуч-могуч. Эммочка спасает от Тагилы, будь здоров. Ну, первый раз он, конечно, боком ко мне стоял, че там. А вот этот раз, да, хорошо прям. Радует хотя бы то, что у меня получается найти какие-то квестовые предметы, которые я сто лет в обед уже еще. И вот мы сейчас, кстати говоря, квест как раз и закроем. Ну, вот так вот попутно. Что на флешке? Второй флеш-накопитель мы передаем и закрываем этот квест лыжнику. Золотые понты. И квест нам теперь выдает лыжник. Нам нужно ключ от временки дает трейлерного парка. Короче, нам нужно будет зажигалку в общаках забрать и заложить в трейлерном парке. Это на таможен надо идти. О, взялся наконец-то. Мутное дело квест. Найти в рейде защищенные флеш-накопители. Еще три таких же флешки мне нужно будет с галочками, чтобы закрыть егерю квеста. Ну, че, пофиг. Докинулся патронами, подлечился, подлатал броник. Можно еще раз идти. Худой. Так. Это мы на медблоке, да? В принципе, неплохо, потому что мы тут рядышком будем, короче говоря. Ох-ох-ох, сколько их там, четверо, прикинь. Блин. Ага. А я думал, Тагила там лазит. Парк. Парк. Нормально, нормально. Нет письма, пацаны. Ну вот, блин, вот фиг его знает. Нет, он не спавнится. Вот, как в старые добрые, говорит, трое осталось. Прикольно. Там еще точно один есть. Ну, в общем, можно, я так думаю, что на дневной завод ходить. Ночной, не ночной, вся эта фигня. Пойдем, схватим, посмотрим, кто там стрелял. Что-то глушевное там шмаляло. Или в офисы пойти. Опа, вон он. Ты про кого мочи? Ну, в общем, дикари в основном остались, походу, и босс где-нибудь лазит. Или из-за того, что босс... Граната вышла с рейда. Покинула рейд. Или из-за того, что босс не заспавнился, так много чувака у меня попалось. Давай яйца, берем тогда жетоны, что ли, хотя бы что. Обязательно сдохну. Молодец, баэд. Где-то там есть-то. Или это он и был. Глушеный. А, ну это он и был глушеный. Ребята, братюнечка, я и слышал. Так, твой глушитель, кстати говоря... А, нет, не подходит. Окей. Мы его отнимем туда. Дикари, короче, шарятся. Ладно, давай быстренько луц соберем. Вынесем. Зустрел. Зустрел. Базар, Джексон, ты мне на голову прям заспавнился. Зустрел. 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 Такие трофеи. Если не закрою задание, то хотя бы налутаю, да? Добра. Кошмарный, конечно. Хорошо. Хорошо. Не послышалось здесь. Хорошо. 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 хорошие ребята но мне пожалуй пора налутался от души наверное бомжевал кучу целую на бог с тобой может быть я чего-то действительно не знаю и где-то может быть в другом месте может спавниться это самое письмо раньше прям вот сюда вот за пазухой чик заглядываешь и она прям тут было сейчас к сожалению этого нет на картинках на скриншотах видел что в руке в правой может спавниться говорят что напишут по крайней мере что корректно ночью спавнится на ночной завод я пожалуй больше не пойду пойдем еще посмотрим сейфы на первом третьем этажах на и буду выходить с локации мамочки может флешка попадется да тебя занесло ядрёна ваш да вы чё угораете вообще ни единого звука я понимаю я в глухом киеве ну не настолько же я так так я ежика сейчас рожу или они подспавнились так грамотно все начались какие-то непонятки твою мать чё творишь я явно за икой останусь этой игрой хорошая игра надо брать посмотрел сейф все на этот калашик вешается дневники те кого знают нужны нет пока не нужны пока заморачиваться не буду о тяжеленькая уже неприлично что-то делаешь блин как же как же плохо таркову то что-то совсем сыпется игруля ну чё как так тарков не болей базар нет нам не надо пока в общем все чувака которые были в рейде все высыпались почти в этом самом начале да локация без босса в этот раз получается хотя может так же сидит как тот дикарь это не было убегать это убегать 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 ладно спасибо этому заводу придёмся в другую степь конечно тут полутаться вообще лафа щас чувака нет босса нет дикие не знаю тоже по моему уже нет скорее всего пустой абсолютно завод но я уже битком да и не залу там так то вышел ну все господа я еще один рейд скажу дневной наверное и вся любовь на этом семерых чувака оказывается застрелил называли офигеть это коса окно выдачи давай вот наказать надо пожертвовать надо я еще думаю как может быть давай вот этот жетон чай давай пожертвуем и пявка ю мою для рывка им накинем туда да и все получилось да получилось ритуал в процессе говорят через восемь часов подходите пообщаемся пол ладно пошли еще раз за чувака на завод только теперь на дневной мы завод пойдем не будем маяться с этими ночными выгу вылазками и так видно не очень так еще и ночью вообще труба так ну сейчас мы короче говоря девочек господи где я кто я сейчас мы если не один квест закроем так другой главное сразу не откиснуть и от тагилы досадно было бы откиснуть подтягиваясь вот еще за отсюда махаться будем вот это я конечно второй раз опрометчиво вылез согласен согласен размотал у меня даже практически не почувствовал да хотя я попал по нему он 19 раз целых попал 459 в тушку и столько же почти в броню короче я ему всадил ну патрон уже не пятерочки так что да 8 5 5 1 размотали бы его скорее всего но раз быстро откис то быстренько еще раз в новые рейтмы и пойдем теперь я пойду со стопяточкой горилловский трофейный торг горилла получается маска сварщика пятый класс брони на лице но затылок не защищен о слышно получше но видно похуже не ну хотя бы с не совсем глухом они тогда в кивере значит я где подмет блоком получается видно будет получше обзор хуже но видно лучше ну тарка все наказал меня тагилой давай теперь мне письмо чтобы я с уверенностью сказал что диза видел все и все это мурлыкают по-моему нет никакого письма у него базар нет он меня влупил и хотя тихо тихо я еще не вылечился куда-то нифига себе ты меня разбутал давай а скалашом что-то вообще себе не знаю кто чувства да ну нафиг неужели размотают меня сейчас это жестоко ко мне просто уже стрелять нечем надеюсь никого нет наверху лишь если есть конец мне это что-то какое-то что-то с чем-то ой 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 размотали хорошо серф я не обновленный всего на 2 использования вынес возможно за это я сейчас и поплачусь еды у меня нет аж из-за того что живот был выбит вытек я хорошо не знаю может сейчас кто-то из века хотя бы суда в офисы поднимется было бы здорово а вот еда я не знаю хоть под задачу какую-нибудь что ли сделать я вообще вышел просто меня накидали а то что я там их убиваю это вообще никуда мне не идет ни в какой квест потому что у меня уже совсем другое другое снаряжение другое оружие но не подходит для квеста прапоровского 108 ключ от общежития кстати нашел и это я насколько помню неплохой ключ там комната открывается в которой картотека как минимум компьютер есть ой бегать то нельзя забыл много же выбито вроде никого ну где а вот и вроде никого есть первый чувака наконец-то у меня попался в офисах или это не чувака ни разу похоже на чавок да вот такие попадания мне по выбитым конечностям будут распределять урон по всем целым конечностям поэтому будет непросто мы будем стараться поддерживать их в отличном состоянии так будет правильнее это который чувака стрелял похоже с гадюки да или черно там было айс вал так вот так вот Фига ты затаился Вот так делать Так Если я смогу Зайти в это окно и выйти тоже могу Получается да нифига себе Как я в такую Раму просочился Я хотел еще вот это вот помещение Лутануть тут же тоже Корточки Пяфко Бью моя как вовремя Мола Сразу ожил немножко В общем господа и дамы Поход на завод сегодня Порадовал только найденной флешкой И все Нормально тут ему Насыпали Даже если ходить сейчас по заводу И искать чувака Это ни к чему не приведет Мне чувака нужны Только те которые будут Были бы В офисах Один есть из шести Один из шести Офигеть За столько рейдов А самое Блин беспонтовое То что Письмо Письмо Не спавнится Нет блин письма Это вообще беда Я думал сейчас быстренько Вжух-жух туда-сюда Письмецо вынесу И все И потом буду чилить Спокойно с офисов Отстреливать И в офисах Все что там шевелится Ничего подобного Ну что есть То есть Я думаю что можно будет Все равно на завод Время от времени ходить Тем более что у меня там Квест теперь есть В этих В офисах Подстрелить Да 6 ЧВК Будем ходить короче Искать ЧВК Но при этом Заглядывать В эту кондейку Где спящий лежит Где письмо Должно спавниться Может быть рано или поздно Мне повезет Тем не менее Усилиями сегодняшними Я достиг 28 уровня Персонажа прокачал И благодаря этому Лыжник у меня Теперь 3 уровня Лояльности А это говорит о том Что я могу Механику Потому что у лыжника Некоторые модули Только на 3 уровне Лояльности открываются Вот такого плана Сборочка СКС У нас уходит По оружейнику 4 Значит передаем оружие И забираем награды Оружейник часть 5 Нужно собирать Ремингтон Модель 870 Но этим мы Попожа займемся Тарков родной Прости меня великодушно Я беру свои слова Обратно Оказывается Это письмо На заводе есть И оно не обязательно Будет за пазухой Либо в руке Там оказывается Есть еще волшебная Картонка Под которой Может лежать письмо И рядом Возле этого Типа И на рулоне На спальнике Там может лежать Короче Я молодец Парков мне Простит такое Фига там война Дикий минус Блин они там трутся Человеки У них там война Ладно Пойдем И мы тогда Повоюем Только я Предварительно Таблитосов Вкинусь А то я забыл Хирургический В общем Юмор Теперь там Такой Что Подобраться бы Теперь Туда Так Нашел Тропинку Не пойму Кто дикий Или не дикий Да и пофиг Вот оно Письмо Оно здесь Дневной завод Не надо Ни ночной Ни какой-то Другой Совершенно Спокойно Пришел Забрал Ушел Я должен был Так сделать В первом Жирейде Теперь только Выти Осталось Двоих Пристрелил Уже Пробежки Не будет А хотя Че у меня Пробежка Мне же Просто Вынести Получается Нужно Это письмо Я Блин Конечно Молодец Уже Все Там Да Че Да То Да Сяв О Блин Мне так Стыдно Если честно Ладно Спасибо Тарков Спасибо У меня Еще Золотые Часы Такое Ну На Ладно Выпустишь Выпустит Вот такие дела Господа и дамы Не досмотрел Не дочитал Не разобрался В вопросе Начал накидывать На Тарков А Тарков Работает Все нормально Вот такой Быстрый Рейд Решает Вопрос Закрытия Сразу Двух Квестов У двух Торговцев Итак Чтобы закрыть Первый Почтальон Печки Мне нужно Закрыть Сначала Второй То есть Передать Письмо Сначала Терапевту Здесь Мы Квест Завершаем И возвращаясь К прапору Просто нажимаем Завершить Квест Закрыт Вам посылка Теперь открывается Квест Нужно идти на улице Тарков Забирать Заказное Письмо И какой-то Квест Который Я раньше Не видел В чужой Шкуре Называется Найти Бортовой Журнал Вертолета На локации Завод Передать Найденную Информацию Ну вот Следующий Выпуск Пожалуй Полностью Будет На заводе Все Господа На этой Позитивной Ноте Я буду Заканчивать Всем спасибо За просмотр Надеюсь Выпуск Понравился Благодарю За вашу Поддержку Пальцы вверх И добрые Отзывы Всем приятной Игры Хорошего Настроения И до Следующего Выпуска До свидания